Встреча с автобусом 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 Он говорит, сколько тебе надо, чтобы ты не ходил туда. А я со своим кентом. Друзей у меня нет, можно сказать. Есть брат родной. Так вот он сказал, короче, на тебе 5 рублей. Просто не ходи. Видимо, этот человек знал, чем это все закончилось. Это я, дурак, не подумал. Я бы еще туда уехал. А я не ходил, потому что просто не знал, где мне будет лучше. Я пережил перестройку, вот эти все 90-е кризисы в годы, вводы гривны, купоны. Я просто хочу, мне 50 лет, я хочу нормально, спокойно дожить, чтобы была работа. Поэтому я никуда не ходил, не это самое. У вас семьи остались? У меня там уже никого нет. Все уехали лишь еще раньше. Ни воды, ни света, как нужно, месяц вообще, нету вообще. Ну я жила в старой части, там, где, старая, и химик. Я хоть там с колодца принесу воды, а на химике вообще воды нет. Вот я на шестом этаже притащу себе 3 литра блин. Неделю пользуюсь. Вообще страшно, очень. Я думаю, что... Как ваше предположение? По вашему мнению, кто стреляет? Ну, допустим, Авдеевку обстреляют ДНРовцы. А ДНРовцы, естественно, нет, никак получается. Да, с Донецка стреляют, там же ДНРовцы, они стреляют в Авдеевку. А с Авдеевки, естественно, на Донецк стреляют украинцы. Вот так получается. По-другому уже никак. У нас же это в Авдеевке украинцы. Девушка, когда мы уезжали еще 2 месяца назад, я сказала, я отсюда никогда не уеду. Я буду сидеть до последнего. Когда последний раз я вышла на улицу, то я сказала, господи, как бы мне домой доползти, чтобы все было хорошо. Не страшно, очень страшно. А питание здесь есть? У них голодные? Нет, ну мы-то сами купили. Да, сами купили. А не предлагают питание? Печенье, конфет дали, чай предложили. Вот так мы купили пирожок, там магазинчик, одноразовая еда, там я салатик купила. Это нормально, не голодные. То есть не предлагают питание вам полноценное? Нет, полноценного нет. Нет, ну они обещают потом, когда по месту, когда приедем уже. А сейчас где они, вот столько людей найдут питание, где их будут кормить? За это спасибо, что увезли бесплатно. Тем более сейчас мы приехали сюда бесплатно, еще и бесплатно по разным городам же нас разводят. Вообще большое спасибо. И это узнали случайно, а так бы сидели, как собаки, наверное, было бы. Высунули бы это лицо и все, до свидания. Что Зевальцево добили? Нет, Зевальцево. Что разбили полностью, автобус людьми расстреляли последнюю секунду, ехали, мы первый уехали, мы проехали, второй автобус за нами, повен людей, набитых, и детей, и все, расстреляли там, и девочку в голову, что ей попало, жертвы, водею в руку, не, водею сильно досталося, там волонтеру в руку поранили, каша там была в том автобусе, все стекла побиты, все, везде люди, представьте, повен автобус людей, сумки, дети кричать, голову никуда спрятать, все бахкает, все летит, вискочили, кто вискочил, побегли там на площади, на центре города, побегли в другому убежище, в отделение, там не где встать, не где плюнуть, подогнали микроавтобусы, правда, приехали, погрузили людей, и они приехали, ночевали тут, все. Ну разве это люди, разве это можно, что нельзя коридор дать, вывезти людей, а? А кто, как думаете, обстреливал автобус? Не доложили девочкой. Ну, по вашему мнению, у вас же есть? Украина, мне кажется, была из Козлячего, и с той стороны, где стоять наша родимая Украина. И оттуда лупили, оттуда лупили, а оттуда сдачи давали ДНРовцы, все. Вам страшно находиться сейчас здесь? Очень страшно, и не знаешь, хочется домой, век прожили, 70 лет, и не знаешь, где старость твою, хату порозбивали, вчера стояла, сынова хата, сегодня ночью попала бомба, среди хаты все, и они уехали в Харьков, я уехала сюда, все, нема нигде ничего, моя квартира розбита, все розбите, и оцей бомж, ось в чем стою, ото сумку накидали продуктів, спасибо цьому городу, спасибо волонтерам. Слез нема, я хочу сказать спасибо, золото не дали пропасти, люди не суди, не суди, так говорю, дохватом, сколько можно, спасибо, а вони не суди, не суди, не суди, я не знаю, что тут за народ такий. Вот вам, да, помогают украинские люди, украинская армия, украинские волонтеры, а вы все равно боитесь, почему? Для того, что, не знаю, что завтра будет, что они прийдут, может, прийдут и туда и скажут, что начнут такое самое, что там роблять, ну разве это мыслимо такое делать, а, да, нет живого ничего, в Дебальцево нема ничего, все разбито, у Голигорска совсем нема, у второй площадки совсем нема, первой половины нема, там несколько осталось, в Дебальцево все разбито, все, все, и окраина полностью, и центр полностью, все разбито, все, или они, может, в горы с полком метили и попали в автобус, Бог его святый знает, неужели, думаю, уже такой наглости хватит обстрелять автобус, а? А куда вы дальше направляетесь, вы знаете? Я знаю, куда я направляюсь, ну, дом есть дом, я еду до брата, пока мне поживу брата. А где брат уже? В Днепропетровской области. А дальше не знаю, куда меня Бог зовет. Он же, как не хорошо в гостях, а додому хочется, не знаю, что оно там будет, не знаю, чи мы вернемся, чи мы, может, уже и будем, еще не вернемся туда, может, там нету чего вообще вертаться, но если бы они не бахат. Но ваш дом целый? Нет. Нет уже дома? Все разбито, нема, не у нас дома, нема, ни одного дома. Да, ужасы вся, и полева разбито, и на Комсомольской три дома осталось, все разбито. Тут нас на ЖСК все разбито. Ой, ну нема живого такого міста, чтобы оно было целое, чтобы можно зайти, было там жить. Все разбито, все люди побросали. Вчера я же в Росковку выехала с Дебальцево-Сковку. А много людей выехало? Очень много выехали. Ну, осталось, может, старики больные, инвалиды, что там поставилися в бомбов-бежищах, а там сидят. Ой, не знаю я, я не знаю, что там оно делается, и как его рассудить, не знаю. Не знаю. Это с Авдеевки. Это ужасно. Вся Авдеевка перебита. Надо восстанавливать все. Потом у меня на доме вот этот ДНРовский снайпер, чешовано, и с пулеметом или с чем-то, ну, таскает по крыше. Туда-сюда. Спать не давало. Это когда же ДНРовский снайпер был? Ну, вот две недели, вот две недели. Не дает спать. Бахкает, стреляет. Он уж огонь идет, идет, идет. Такой страшный. Это ж будешь идти ночью, можешь попасть под обстрел. А в Авдеевке разве не украинская армия находится? Украинская. А они что, под посадкой бегают, стреляют в украинскую армию? Они стреляют их, как тараканов там. Вот этих. Ну, мне кажется, это российские. Как гуманитарная допомога приходит, так и бегают по посадке. Им же оружие везут сюда. Больше что же они могут. И денежки платят хорошие. Вы думаете, с гуманитарным конвоем присылают оружие? С гуманитарным конвоем присылают. У нас не работает телевидение. У нас все российское телевидение. У нас нет ни одного канала украинского. Я не смотрела. Уже вот сколько. С марта месяца все время российское. А вы доверяете российским? Нет. Нет. Я не доверяю. Я сколько сверялась, а все брехня. В Сирии фотографируют картиночки, а тут показывают. И такую муть несут, что не хочется слушать. Я выключаю. Как вы узнали о том, что можно уехать из Авдеевки? Как узнала? Мне соседка даже записала меня. И я, это, вчера она пришла и сказала, они тоже уехали в Димитрово. И она пришла, говорит, Зоя, собирайся. Я не хотела расставаться, потому что носи жилье свое. Вот. Куда хочется где-то бродяжничать вот это. У вас квартира осталась там? Квартира осталась. Стекла все выбитые. Еще первые, в августе месяце нам повыбили, как пошли снаряды с Донецка. Эти градами. Весь дом. Весь дом. А вы знаете, куда будете уезжать? Кто? Ну, я не знала. Я так слышала, а не знала, что будут уезжать. Куда дальше будете ехать, знаете? На Киево там. Не знаю, куда. Вы еще надеетесь домой вернуться? Конечно. Квартира у меня. У меня квартира хорошая. Ну, куда я поеду? Ну, скитаться деду или бомжом быть. У меня квартира хорошая. Бросать не хочу. Можешь кончиться когда-то, что это война. Все-таки. А как вы вообще жили в Авдеевке вот в последние недели? Получали ли гуманитарную помощь? Да, получила я один раз. Один раз получила. Дали мне гуманитарную помощь. И как пострадавшая я, дали еще и одеяло. Окна закрывать. Ну, насколько я знаю, давали и клеенку, да? Носили по двору? Нет. То я сама своей закрыла. Ну, квартира холодно. Ни тепла, ни света, ни воды. И это все, я вам скажу, откуда. С июля месяца все это длится. Потом промежуток какой-то под осень. Дали свет. Опять грады как полетели с Донецка. И опять света нет. Бьют завод. Не хотят, чтобы металлургию уничтожить. Бьют. А еще раз ударят. Снаряды летят. Часто и густо. И все. Металлургия станет. Экономику уничтожают. Все. Весь Донбасс стоит. А молодежь. Вот где молодежи работать? А сколько работали? Негде работать. И сейчас даже по улице не ходят. Было страшно ходить. Я вот два дня в магазин пошла хлеба купить. Хлеба нету нигде. А как вы выживали? Что кушали? А сухарики есть. Я насушила сухариком. А уже вчера пошла купила хлебушка. Так я и шла и боялась. Потому что как оттуда летело треск. Такой трещит. Все. Он уж не хочет заходить. Потому что страшно. Ну летит ясиноватый из Донецка. Летят грады. Россия завозит оружие. Вот это как его скажите. С гуманитарной допомогой. И они шуруют сюда. Вот это вагонах. Уже 12-й этот идет. Эшелон. Конвой. И что вы думаете? Что он везет? Мы получили хоть грамочку от него. От России. Эту гуманитарку. Хотя он защищает. Приехал защищать Донбасс. А что он защищает Донбасс? Крым забрал. А теперь еще и Донбасс хочет. Вот так он защищает русских. А люди, с которыми вы находитесь здесь в вагоне. Какие настроения у людей? Такие же, как и у меня. Точно такое же. Вот такая жизнь нам была. А еще кто знает, как мы в Киев приедем. Кто нас там ждет. А вы уже слышали, что там какие условия будут для проживания? Не слышала я еще. Ничего нам не обещают. Ну тут вот в электрике поезде говорят, что встретят вас там. Ну кто знает, встретят нас или не встретят. Страшно ехать? Конечно страшно. Я не хотела с места срываться. Потому что дома ж... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok